На мой взгляд, после начала прошлого года многие стали заботиться не только о бумажном комплайенсе, о формальном каком-то выполнении требований, а стали заботиться о фактической защищенности, фактическом комплайенсе не только для галочки, а для того, чтобы защитить реально свою инфраструктуру, своих клиентов, своих пользователей. Рынок ИБ научился, кажется, многому. Вот опять же повторюсь, все мысли у меня крутятся о том, что делать фокус на реальную защищенность, реальное противостояние угрозам, с которыми столкнулись, особенно после начала февраля прошлого года. Ведь по сути, если так простым языком сказать, весь мир объединился и атакует инфраструктуру российских компаний, в том числе Яндекса. Мы продолжаем спокойно развивать свою платформу, продолжаем предоставлять сервис нашим клиентам и развивать новые сервисы. Кажется, что сейчас наиболее востребованными будут сервисы, которые касаются безопасности в облаке, целый раздел таких сервисов. Мы делаем ставку на их развитие. Мне кажется, что здесь мы находимся в выигрышном положении, как Яндекс, так и клиенты Яндекс.Облака, потому что у нас средства защиты, мы их сами разрабатываем, сами поддерживаем, сами патчем, сами развиваем. И вот хороший пример, допустим, если вы клиент Яндекс.Облака, вы можете использовать сервис VPC, там есть секьюрити-группы. Это такой аналог фаервола, классического фаервола. И вам вообще не нужно думать, какой там вендор ушел, какое устройство окирпичилось. То есть вы просто используете эти секьюрити-группы, ну и получаете профит от сегментации и от управления правил мышечного экрана, прозрачное и понятное. Я вижу со своей стороны, что, значит, первое, будет продолжаться усиленное такое внимание со стороны хакеров к российским компаниям, к инфраструктуре российских компаний. И в том числе, там, к инфраструктуре облаков, ведь, по сути, если ты там получаешь доступ к облаку, ты ломаешь не одно такое облако, а всех его клиентов. И что еще здесь, по поводу тенденции, я думаю, что будет тенденция, ну она уже есть, тенденция по усилению реальной защищенности, это первое. И, вот думаю, со стороны регуляторов будет так называемое закручивание гаек, будет ужесточаться требование, и, возможно, какие-то новые требования, будет новое регулирование. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!